Так, тут Татьяна Анатольевна дала интервью, говорит, она не является поклонницей ни Туктамышевой, ни Медведевой и не причастна к их тренировочному процессу. И это на самом деле правда, Татьяна Анатольевна является больше поклонницей Станиславы Константиновой. Скорее всего, Татьяну Анатольевну подкупила скорость Константиновой, потому что она у нас из взрослых самая быстрая фигуристка. И те, кто видел Константинову на соревнованиях вживую и не по телевизору, отзываются о ней, как будто она как ураган. Скорее всего, именно с этим связана любовь Татьяна Анатольевна Константиновой. Но вопрос здесь в чем? В том, что постоянно Татьяна Анатольевна упрекает в том, что она болеет за Евгению Медведеву, и именно поэтому Медведеву продвигают на соревнованиях и дают высокие компоненты. Медведева сейчас дает высокие компоненты, потому что она двукратная чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы и двукратный серебряный призер Олимпийских игр. Ну и плюс статус, это называется репутационное гуе, когда даже прощают недокруто, неверные ребра и могут давать даже высокие гуе за прыжок с корявым выездом. Тогда как фигуристка без рейтинга получила бы за такой прыжок минусы. Поэтому, собственно, и прощается это все Медведевой, Загитовой и даже сейчас Константиновой. Компоненты это субъективная вещь, и если искать какое-то оправдание на именно местных стартах, почему у нее на местных стартах такие компоненты, то именно в этом. Той же Загитовой также дают компоненты только за то, что она была олимпийской чемпионкой. То, что было на Евро, те компоненты, которые дали Загитовой, ну действительно позорище, потому что она там на второе место никак не накатала, это было место третье, если не четвертое вообще. То есть, финночка Вивека Линфордс должна была быть второй, если бы все было честно. Как говорится, Коли на зеркало пенять, если рожа крива? Вот это как раз про претензии насчет оценок Медведевой. Мол, у нее оценки завышенные, да, а у Загитовой нормальные, честные. Вот это смешнее, хохма, я давно не слыхал. Ну и самое главное, Татьяна Тарасова. Как много ее голоса, ее слово значит для Федерации фигурного катания? Да нисколько не значит. Или вы думаете, что у нее есть власть только вот в женском катании, а в остальных нету? Если бы у нее была власть, она бы первым делом взялась не за женское одиночное катание, она бы первым делом взялась за танцы. Представляете, у чуда за танцы. А доходит до того, что ее слова вырезают из эфира Первого канала. То есть, человек, который не сдержался и сказал все, как есть, про танцы, хотя там тоже достаточно темная история, ее слова вырезали, это вот настолько она имеет власть в российском фигурном катании, что ее даже слова вырезают из эфира. Причем она сама говорила, что она не может это говорить, но потом у нее просто вырвалась. А в представлении сумасшедших болельщиков Татьяна Анатольевна курирует женскую одиночную дисциплину и как она скажет, так и будет. Похвалила она медведеву, значит надо медведеву ставить выше. С Константиновой вопрос, но опять же это бредово думать, что именно потому, что Тарасовой нравится Константинова, как фигуристка, что ей нравится ее скорость. Именно поэтому все судьи дают и высокие компоненты на местных соревнованиях наших. Ну смешно читать, прям по указке доработают от Тарасова из генерального штаба фигурного катания. Генерал Татьяна Анатольевна Тарасова выдала распоряжение давать высокие компоненты Константиновой, Медведевой, ну и видимо Загитовой тоже. Ну нет, вы знаете, Загитовой оценки они вопреки, а у остальных они завышенные. То есть большие чушь и айхинеи слышать, ну что это такое, ну это просто больные сумасшедшие люди. У нас есть совет тренеров по фигурному катанию. Тарасова одна из участниц, она его даже не курирует. Татьяна Тарасова это один голос, но Буяновой можно дать еще один голос. Даже Этери Тутберидзе является частью этого совета. И Мишин. Или Тарасова шепчет на ухо Горшкову, Когану и они потом говорят, что нужно принять вот это вот это, иначе Татьяна Анатольевна расстроится. Ну нельзя же быть такими бестолковыми, ну. Ну хоть иногда думать надо. Просто ужас.